Субтитры делал DimaTorzok И сказать пару слов о том, что было перед этим в этой веточке Как вы помните, чехословацкую веточку я начал с 5 уровня Не захотел я бодаться в песке Вот на 5 уровне нас ждал танчик Шкода Т-24 Быстрый, шустрый, полностью картонный танк С приятными ОВНами Но в целом по геймплею он мне напомнил советский Т-34 Такая же скорострельность, такая же альфа Но главная разница, что Т-34 хоть иногда ловит непробитие башни То Шкода Т-24 это абсолютный снарядоприемник Абсолютный картон, брони нету Пройти и забыть Тут в принципе нечего больше говорить На 6 уровне нас ждет модернизированная Шкода Танк называется Шкода Т-25 Главная его фишка в том, что у топового орудия есть магазин на 3 снаряда Который выплевывается ну просто нереально быстро Помимо этого Шкода Т-25 Очень быстрый, шустрый танчик Понятное дело картонный, без брони Пробивает его все и вся фугаса Вообще просто Не знаю В ангар отправляется одного выстрела Особенно если это фугас там от какого-нибудь японца Или КВ-2 Я уже молчу про артиллерию Но тем не менее Шкода Т-25 Очень такой фановый и интересный танчик Вот такие и танки вот на 6 уровне Как Кромвель, как Шкода Т-25 Мне очень импонирует И я, недолго думая, решил все-таки Шкоду Оставить в своем ангаре навсегда И вот как бы предыдущие танки 5-6 левел Они как бы познакомили нас с чехословаками Вот общее представление о ветке Вот общее понятие Как бы они показали нам То есть что нас ждет ветка Абсолютно бумажных картонных танков С хорошей скорострельностью Вот подвижностью С приятными углами вертикальной наводки И в принципе как бы я Был готов, что Наверное вся такая ветка будет Но и тут-то было На 7 уровне совсем другой танк Не вписывающийся в общую концепцию Чехословакской ветки средних танков Конструкта Т-34-100 Абсолютно другой танк Потому что он, наверное, и не был Как бы сделан чехами То есть это типичный Совковый СТ Который был, наверное, чехами Переделан на свой лад Но в целом Это тот же Т-34-85 Только со 100-мм орудием Но скажу сразу, ребят Если же на 7 уровне В советской ветке У нас ждали Обычно кактусы То есть тот же Т-43 На который Т-34-100 Очень похож Я думаю, мало у кого Т-43 вызывал положительных эмоций За А-44 я вообще молчу Но он как бы здесь и не к месту То Т-34-100 Достаточно интересный Игривый Играбельный И ни в коем случае не кактус Интересный агрегат Играть на нем Можно Приятно Но В целом Все равно После того, что мы привыкли На 5-м и 6-м уровне Танки с УВНом Скорострельностью То здесь как бы Концепция меняется Совсем в другую сторону Здесь у нас Нету той скорострельности Но зато Есть классная Альфа Отличный разовый урон Это то, что сразу же Приглянется вам После Буквально первого же Выстрела Стоповой пушки То есть С выстрелом 250 на СТ-7 уровня Это просто Замечательно Хочется сказать, что Альфа Конечно же Это хорошо Достаточно Подвижная машина Но Реально К чему Приучили Чехословаки Которые были До этого Это вот Прекрасные Углы вертикальной Наводки Где вы можете Используя их Играть от рельефа От какой-то горочки Немножечко Выснулся Стрельнул Спрятался То Т-34-100 К сожалению Вас Не знаю Заставит Забыть Об этом Потому что Здесь Углы вертикальной Наводки Практически Отсутствует Ствол Вообще Не хочет Вниз Опускаться Практически То есть Как китайские Дрыны Наверное И Это Такой Как бы Привносит Небольшой Дискомфорт Дискомфорт В игру И из-за этого Приходится Иногда Высовывать Весь корпус Подставляться И как бы После Шкоды Т-25 Но Это Действительно Не комильфо И реально Неудобно Но Так В целом Танчик Достаточно Интересный Пройдется На одном Дыхании И Играя на нем Вам просто Надо Запастись Нервами Потому что На восьмом Уровне Будет ждать Нас Абсолютно Другая машина Нереальнейший Кактус И вот Там Нервы Вы наверное Потратите Просто-напросто Все На этом Не все Друзья С вами был Слим Собернейк До новых встреч Всем пока